ПЕСНЯ 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 Он в нас, и Он посреди нас, и Он собрал нас сегодня здесь. Я впервые в вашем собрании, в первый раз в вашем городе, в вашем поселке. И про Шаблыкина я слышал много раз, но ни разу не бывал. Но вот Господь усмотрел, и очень рад, что это праздник, на праздник жатвы. Знаете, на самом деле, я думаю, что, не то что думаю, я это знаю даже из Писания, что жатвы на самом деле это кончина века, да? И, как эта молитва сестра сказала, это из Писания. И я знаю, что однажды Господь нас вот так вот пожнет, и хочется прийти к Нему не с пустыми руками, не пустосветом каким-то, знаете ли. И Господа за все хочу поблагодарить. Хочу поделиться сегодня Словом Божьим и из Ветхого, и из Нового Заветов. Недаром это сравнивается на самом деле, Слово Божье сравнивается с хлебом, потому как мы должны не только хлеб физически принимать, питаться физически, но и духовный этот хлеб. И когда Сатана искушал Иисуса, чтобы он сделал хлебы из камней, он сказал, что и хлебом единой будет жить человек, это из Библии цитата, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих, Божьим Словом. И без этого Слова мы действительно задыхаемся, мы умираем, мы превращаемся в ничто. Но с этим Божьим Словом мы оживаем, мы воскрешаемся. Слава Богу. И большого всем привет от нашей Церкви, в самом начале, чтобы не забыть, от реформаторской православной Церкви Христа Спасителя, от наших братьев, сестер. Я приехал один сегодня, но вообще-то был план приобрести с собой детей, старших, по крайней мере, но Бог усмотрит, если увидимся еще и с семьей всей. У меня супруга, у нас с ней шестеро детишек, Господь им дал славу Богу. Тоже некоторый плод, знаете ли, и хочется также в молитве, как вот уже звучало сегодня, хорошие молитвы звучали, и я тоже с ними солидарен, чтобы дети наши тоже знали Господа, чтобы они были верующими, чтобы они тоже однажды, как пред Богом, знаете ли, тоже были с плодами. И хочу начать сегодня вот с чтения, да, и поздравлений, конечно, примите тоже, и от нашей Церкви, потому что примерно в это же самое время, недели позже, недели раньше, в наших церквях тоже совершается этот же праздник. Как раз благодарим Бога за урожай плодов земных, благодарим Бога за милость Его, за то, что Он нам дает жизнь и дыхание, и все хлеб из земли, и все наши плоды, все плоды земные. И я хочу начать читать из книги «Второзаконие», восьмая глава. Книга «Второзаконие», как мы ее называем, эта книга, она как раз перед тем, да, буквально перед тем, как народ Израиля, и не только, конечно, евреи, но и все те, кто вышли из Египта, накануне их входа уже в землю обещанную, которую Господь обещал дать Аврааму, Исааку, Якову, патриархам, землю Израиля, и перед тем «Второзаконие». Знаете, как вот говорят в России, повторение в отмечении. В этой книге, в принципе, очень-очень повторяется то, что Бог говорил и ранее, в прежних книгах. Но почему повторение, эта книга, можно так ее назвать, книга «Повторение», почему он вновь и вновь повторял? Потому как время было очень ответственное. Одно дело, в пустыне, когда был Израиль и те из разных народов, что вышли из Египта, другое дело, когда они входили в землю Израиля, входили в землю новую. И это очень ответственно было. И вот здесь говорится в 8 главе, я хочу прочесть несколько стихов из 8 главы. 7 стиха и далее, там по тексту. 8 глава, второзаконие, 7 стиха и далее. «Ибо Господь Бог твой...» Нет, перед тем 6 стих. «Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеджица, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железы и с гор будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благоставляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмивалось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, васибийские скорпионы и места сухие, где нет воды, который источил тебе источник воды и скалы гранитной, впитал тебя в пустыне манную, которую не знал и отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрела мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвую утвердил отцам твоим. Аминь. Вот этот текст хочу как раз в самом начале для всех вас напомнить, и для себя самого, и для всего собрания гостей, для церкви, потому как, когда мы благодарим Бога за урожай, благодарим Бога за все, конечно, благодарим Бога за жизнь, мы, как верующие люди, перед тем, как даже принимают пищу, мы благодарим Бога за хлеб наш насущный, принимаем с благодарением, конечно, все это мы. И вы знаете ли, если человек неверующий, он, как правило, считает, что это все его рука приобрела, это все его здоровье, это все его сила, человек неверующий обычно все списывает на хорошее совпадение в природе, дожди вовремя, вот так совпало так вот хорошо в этом году, было тепло, были дожди, ну, как бы так, и мы так постарались, не ленились, вот как бы, и вот у нас все есть на столе, и хлеб, и хлеб, и все у нас есть. Но верующие люди знают, что на самом-то деле, всему и поливающий, и насаждающий, есть такое дальше страшное слово такое, ничто. Вот это звучит, конечно, так немного для неверующих людей, это вообще звучит, как бы, как ножом по сердцу, как бы ничто. Мы поливали, насаждали, и вдруг ничто. А вот так ничто. И поливающий, и насаждающий, ничто. А что же все? Кто же все? Бог взращивающий, возвращающий к русскому переводу. Бог, тот, кем мы живем, и движемся, и существуем. Тот, который дает дыхание, и жизнь, и все. И, знаете ли, конечно, каждый человек по-своему обращается к Богу, каждый, как-то, ну, атеистов, вот таких стопроцентных атеистов, не тех, которые о себе говорят, что они атеисты, а вот по-настоящему атеистов их очень мало. Вот, как Федор Михайлович Настоевский писал-то, что абсолютный атеист, либо это абсолютно идиот, либо абсолютно негодяй. А вот, а все остальные люди, во что доверить все-таки? Как бы, значит, то есть, вот, и как Никто Шерк, так, великий поэт, он сказал, интересно, у него есть одно из ранних стихотворений, там есть такие слова у него есть, в окопах атеистов нет. Это правда. Знаете ли, и я в свое время, в 91-м году, ну, я тогда еще служил священником в традиционной православной нужной церкви, не реформаторской, не обновленческой, я был традиционным православным священнослужителем. Мой стаж-турновой православной церкви начался в начале 88-го года, и чтецом был, ипотиаконом, диаконом. В 91-м году стал священником, и вот здесь, кстати, вот неподалеку, в Орле, начинался мой путь. Я родился в Поболжье, но детство и юность мои прошли в Орле, так что про Шабутина я много раз слышал, я поэтому и говорю, что для меня это название на суху просто как бы не бывало ни разу, не доводилось ранее. Вот, хотя неподалеку, здесь вот у меня друзья есть, в Крамах я бывал часто, вот, у меня там товарищ мой по училищу художественному, я еще и художник по специальности, в Уцирховном мой, вот, в Орловском училище, художественном училище, мы с Небалой Дорожьевым художник, хороший художник, очень хороший мастер. И вы знаете, так вот, и когда в 91-м году, 92-м году молодым священникам совсем еще я исповедовал, так получалось, стариков, ветеранов, умирающих, некоторые умирали буквально вот через день, через два после этой исповеди, был случай, что на моих руках там человек ушел, вечный стержень, вот, и один раз я был свидетелем исповеди одной женщины, которая всю жизнь была атеисткой, и она больше того не просто была атеисткой, она была преподавателем марсистской ленской философии много лет, имела степень научную в этой науке, как бы, ложную науку, на самом деле, вот, доказывая миру, что Бога нет, вот, и вы знаете ли, у нее, не помню сейчас, четверо, помню детей, вот, трое из них вышли очень так хорошо в люди, один из них был директором одного из предприятий в Больших Москве, другой в Рязани был, большого комбината директора, то есть, как бы, ну, такие серьезные люди ее дети были, и она сама, женщина очень серьезная такая, и вы знаете ли, дети были шокированы, когда умирая их мама, она попросила, значит, что вы привезли аюрокис, я очень быстро, знаете ли, на глазах буквально, значит, и она попросила священника привезти, дети потом мне рассказывали, они приехали, серьезные взрослые люди, знаете ли, приехали, значит, и рассказывали, один из них рассказал так, как раз вот в Москве где-то комбината, это предприятие было, что говорит, вот то, что мы ожидали услышать, но этого никто не ожидал услышать, чтобы попросить священника привезти к умирающей маме. Всю жизнь атеистка. Притом они знали, какая атеистка это. Она учила тех, кто будет учить атеизму, будем договориться. И вы знаете ли, я был свидетелем ее исповеди. Это был урок жизни для меня. Просто урок жизни. У меня, словно, я не кошка, но так мне от моей шерсти не уплотнялась, а от атеистоведи просто. Потому что, значит, знаете ли, понимаете ли, я слышал слова, которые она говорила к Богу. Я понимал, что она сейчас говорит к Богу, она хотела, чтобы священник погло рядом с ней. И помолился за нее. И вы знаете ли, эта женщина, она каялась в том, что она всю жизнь боролась с Богом, хотя понимала глубоко внутри где-то, еще с детства у нее родители были верующие. Она с детства понимала, что Бог где-то есть. И она боялась этого, и сама себе боялась даже признать. И она, по сути, воевала всю жизнь сама с собой и воевала с Богом. Представляете? И вот, но слава Богу, что она вот уже умирает. А врачи сказали, все, день-два и, как бы, значит, ее не будет. Значит, метастазы по всему телу пошли, значит, и, в общем-то, она была очень плохая. Наркотики эти не действовали, препараты эти, потому что боль была такая, что она стонала даже с препаратами этими. И, ну, тело отслаивалось от кости даже. То есть, ну, страшная вообще история. И представляете, значит, и я был свидетелем, что она не стонала, она уже не жаловалась на болячку свою, на болезнь, что умирает. Вот, не страх перед смертью, а вот страх, что она всю жизнь боролась с Богом. Вот это было у нее. Знаете, вот она каяла, спросила Бога прощения. Я, конечно, сам там чуть не разрыгался, просто еле себя, думаю, сдерживаю, еле себя сдерживаю просто. Вот, и, значит, и помолились мы с ней, и помолился я за эту душу. И, знаете, вот было чудо, конечно, пусть маленькое, но для меня это было не маленькое чудо. Для семьи это было не маленькое чудо. Вот, она еще прожила какой-то месяц, чуть больше, наверное, прожила еще после этого. И прожила без обезболивающих. То есть, ей не делали обезболивающих. Она попросила не делать, потому что, значит, мало того, что не помогали, но у нее боли прошли. Она перестала еще эту боль. И умерла тихо, мирно, настолько тихо. А потом приехали дети, дети ее приехали снова ко мне. Я слушал туда в Борисогребском соборе, в Лязани. И приехали, и попросили, она, умирая, попросила, чтобы тот самый священник приехал, значит, и отпевал меня, ну, проводил последний путь. И вы знаете, я был на этом похоронном служении. Со мной была одна женщина, она, ну, не монашка, но как бы, ну, в соборе, там, при соборе жила, и служила там, вот. И вы знаете ли, ну, пожилая уже женщина, всю жизнь она вот в храме, всю жизнь она вдова, и она вот как та самая Анна из Иоанна. Вот она всю жизнь постом молитвы только там при храме служила. И вот, и знаете ли, что эта женщина, она, значит, мне потом, а я думаю, надо же, либо мне показалось так, но она мне эта женщина подтвердила мои как бы вот эти вот, ну, как бы, переживания. Она вот, сколько я была на похоронах, тысячи людей хоронила, но никогда не было вот такого радостного, такого состояния, какого-то, такого мира такого, вот, как на тех похоронах. Вы знаете ли, слава Богу, что человек вот примирился с Богом. Но больно от того, что как много людей уходят с этой земли, не пережив встречи с ним. Не дай Бог никому уйти с этой земли, не пережив с ним встречи. Я испытал нечто в своей жизни тоже, хочу об этом тоже свидетельствовать, потому что жертва, сама жертва, сама тема эта, она толкает любовного проповедника как раз к тому, чтобы сказать о том, что мы однажды пред Богом пристали. И так вот, и я однажды опозорился пред Господом очень, очень, ну, я так считаю, что опозорился очень сильно. Потому что я не знал вообще даже о его существовании раньше. Я вырос в семье атеистов, притом глубоко убежденных атеистов. И, значит, дедушка и бабушка мои были атеистами, таким очень жестким атеистом. И вы знаете, слава Богу, что вот в Непола, в 13 лет, будучи подростком, вот я пережил тогда чудо, первую вот с ней встречу, самую незабываемую. Есть много разных встреч у нас с Господом, но вы знаете ли, самая первая, всегда самая незабываемая она. Ее ничто не заткнет, эта встреча. И я пережил ее в экстремальных условиях, я умирал. Я умер тогда пневмонией, двусторонняя пневмония, воспаление легких. Вот, и врачи не смогли ничего сделать, и оказался вот... Но знаете ли, Бог был милостив ко мне тогда, и Он дал, вот я стою перед вами сейчас, слава Богу, значит, и я вернулся снова в тело. Я пережил то, что выход из тела, и снова заход в тело, возвращение. Вот, вдобавок, еще было исцеление, таким, как бы, подарком от Него. Вот, но самое великое чудо не это даже. Самое великое чудо, что Он меня это простил. Знаете ли, я просил прощения. Я не знаю как, не знаю, но я просил прощения. Я знал, что это Бог, что я перед Богом. Мне казалось, я самый плохой мальчик, что хуже мне никого не было на земле вообще. Что хуже мне никого не было. Вот, мне казалось так тогда. Хотя, чисто по-человечески, нормальный подросток, как бы, так сейчас там осуждают, как бы, не знают. Но там совсем по-другому смотришь. Абсолютно. Нет, так было. И неприятно, и вообще, как бы, позорно. Представьте, еще буквально секунду перед тем, я не знал вообще даже о его существовании. Насколько глупо себя чувствовал. Вот, и вы знаете, друзья, прошли годы. Я сегодня благодарю Бога. Дети, когда они у меня достигали вот такого, как раз, возраста, я всем говорил это, что, знаете ли, однажды пред Богом пристанем мы все. Вот, и не дай Бог вам опозориться. Вот, мне-то Бог, я считаю себя счастливчиком вообще. Вот, Он мне дал шанс еще пожить. Знаете ли, уже с другими, с другим пониманием, с другим мышлением. Зная, что Бог есть. Зная, что однажды на суд придем, и за все, что мы делали, живя в цели доброе и худое, надим отчет. И это написано, это и есть страх Божий. О чем как раз в Писании говорится. Накануне того, как Господь Израиле водил в свою землю. Чтобы не забыл этого страха. И вот, знаете ли, в наших судьбах тоже бывает по-разному. Нынче пусто, завтра густо, или наоборот. Но и в скорби, и в радости, и в нищете, и в богатстве, и в здравии, и в болезни, при всех несчастьях, и в несчастьях, должны мы благодарить Бога, знать Его, и веровать в Него, бояться Его, и благодарить Его за все. Я вот глубоко убежден. Писание учит этому. И моя убежденность на оставание вот этого как раз слова. И Он дает нам силу, дыхание, все. Мы им живем, и движемся, и существуем. И когда апостол Павел написал свое послание, одно из посланий своих, я хочу из Нового Завета прочесть несколько строк тоже. И вот одно из таких посланий, которые мне очень, ну, дорогие, как бы, ну, у всех есть свои какие-то особые, ну, как бы, строки из Писания, дорогие ему, его сердца. Вот первое послание к Тимофею есть строки, которые мне очень дорогие по жизни. Особенно с 96-го года, когда эти слова мне особенным образом открылись. Тогда я, будучи священником традиционно еще в православной русской церкви, для себя эти слова, ну, пережил. Я их пережил в своей жизни. И это вторая глава, первая Тимофея, вторая глава, пятый стих, я имею в виду сейчас. Вот стих, который пережил тогда, где говорится, «Един Бог, ибо един Бог, един посредний между Богом и человеком». Знаете ли, я это очень сильно пережил в своей жизни. Потому как тогда мое христианство, к сожалению, было наполнено другими представлениями совершенно. То есть, я знал, что Бог есть, безусловно, и веровал, и боялся Его. Но, знаете ли, моя молитвенная жизнь, она была настолько не библейская, настолько она была пестрой, разнообразной такой, нецеломудренная совершенно. Я знал, что я един Бог, но посредников, в моем понимании, были тысячи просто. Ну, десятки были любимых, особенно любимых посредников, в том числе, и Святая Мать, которая как раз сестра прочитала стихотворение, Марии, Матери Иисуса Христа, я называл ее тогда Богородицей, и Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Нина, Святая Минос, покровительница Иверии Грузии. Другие были нехоро-святые, Патеремон Мученик, другие, был целый, ну, набор таких святых, если так можно выразиться, десятки излюбленных святых, сотни, менее, не то, что любимых, но как бы, менее знакомых для меня, менее близких, моему сердцу, святых. Но тоже я обращался, тоже молился, и в своем храме, где был настоятель, я тоже пел там «Все святые, молите Бога, Господь, святая там такая, молите Бога настоящее». Но, вы знаете ли, в 96-м, до 96-м я так и молился, но в 96-м, вот это слово, оно как ножом по сердцу, знаете, вот так резануло. Оно порой, на самом деле, бывает острее меча, острее меча даже, любого, обоюдно острого. Это, действительно, очень серьезное слово. Оно любой, любой стих из Библии, такой, просто, знаете ли, как вот ножи, да, порой, вот у некоторых дома там десятки ножей, один тупеет другого. Значит, и как бы трудно найти хороший нож, допустим, что-то порезать. Вот, и, я был вот недавно, у одного из священников, отец Владимир, у него там любитель ножей, все остренькие такие, затачивает их, значит, и есть там любимый нож такой, вот, я им вообще все режу. Вот, дорогой стали. Но вы знаете ли, вот, любое слово, любой стих из Библии, он может быть таким острым, что разрежет тебя, буквально пополам. Как вот знаменитая вот эта сабля, гурда, называлась она, в Грузии? Ну, вообще, на Кавказе, гурда. Секрет стали хранился из поколения в поколение. Настолько удивительная сталь, что даже знаменитая дамасская сталь, она, как бы, ну, сдавала свою позицию, значит, и всадник с этой гурдой, он был, по сути, непобедимый, ну, разрубала всадника до спеха, пополам, значит, до самого седла, значит, эта сталь. Невероятно острая, невероятно сильная сталь. Значит, и так и ушел в небытие с последними мастерами этой сабли рецепт гурды исчез. Но, я знаю, острее всякой гурды, острее всякого меча, всякой сабли, Божьей Слово. Но, почему оно, это такое тупое, ну, если для нас, вот, как тот нож тупой, допустим, почему иногда Божье Слово, оно, как бы, не реже так, да, значит, здесь уже вопрос в нашем взаимодействии, да, вот, вопрос нашего сердца, вопрос, ну, как бы, наш, в нашем отношении к нему. И, когда мы молимся, вот, обратите внимание, когда Ефесянам, Павел пишет об оружии христианского воина, да, он христианина, он пишет, возьмите меч духовный, который есть Слово Божье, и дальше говорится о молитве, всякой молитвы молитесь, во всяком время. Вы знаете ли, что без молитвы, без общения с Богом, Божье Слово, оно не такое острое, но чем ты больше проводишь время в молитве, в общении с Богом, тем это Слово все острее и острее. И однажды он может себе так обрезать, так отрезать, но оно отрезать лишь ненужное, на самом-то деле. И оно не причиняет нам смертельную, такую для нас, оно, знаете, как вот, скорее сравнить его со скальпием хирурга, можно даже, в нашу пользу. То есть, он не против нас, это Слово, оно за нас. И вот, ну, для меня это было, один из стихов, который для меня открылся в 96-м, это вот как раз вот из первого послания Тимофея, вторая глава, пятый стих, что ибо един Бог, иди посредник. И оно как обрезало, настолько сильно обрезало, что буквально через там несколько недель, я уже не мог, даже вот у меня язык не шевелился уже, молиться кому-то еще. Зачем? То есть, до того я себя молился, молился, кому только не молился. А здесь, мой язык уже не шевелился, я не мог молиться никому, ну, в молении, ну, личной, индивидуальной молитве. Открываем молитвослов, я не могу читать эти молитвы, зачем, для чего? Ангелу-хранителю молиться, зачем молиться мне о каком-то из святых? Господь сейчас здесь, ибо един Бог, един посредник, между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Одному священнику я это рассказал, тоже тогда он был настоятелем храма, ну, неподалеку тоже, в нашем благочении, и он говорит, ну, это Павел написал апостол. Говорю, хорошо, Павел, если я, хорошо, но я не согласен, конечно, я верю, что это Божье слово, это Богу, но на веру написание. Но если Павел не указ, а, говорю, а Иисус Христос указ, и вот слова Христа я привел, тогда, 14-го Иоанна, 6-й стих, помните, да? Я есть путь, истина и жизнь. И он дальше подчеркивает, как будто специально для нас подчеркивает, никто не приходит к отцу, говорит, а только лишь через меня. То есть все, он не говорит это, а только лишь, знаете ли, это не только он написал для ваптистов, не только для протестантов, но для всех. И, если бы это, было бы так, допустим, Иисус сказал, вот для ваптистов, я вот это говорю слово. Вот, хорошо. Но дальше, допустим, еще и для православных, ну, также через мою маму, допустим, через мои друзья апостолов, через других иже. Не-не-не, ни в коем разе. Это для всех говорится слово. Поэтому, знаете ли, это не для, только лишь для вашей церкви, это для всех христиан, на все века. И, в этом я глубоко убежден. Так вот, и он пишет, Павел пишет, вторая глава, «Итак, прошу, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей». Представьте, за всех, он не говорит только за верующих, за всех людей. И сегодня, вот праздник такой, день жертвы, хочется Бога поблагодарить за всех. Потому что, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, дальше написано, да? Интересно очень даже. Молиться, ну, тут написано, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить там жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте, ибо это хорошо и угодно, спасите нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и, говорит дальше, достигли познания истины. А дальше, вот как кульминационно читают, «Ибо един Бог, и единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь». Вот, знаете ли, сам Иисус Христос стал великим первосвященником, который за нас вошел во святое святых, во святое святых, не храма Иерусалимского, а самое небо. Потому что Иерусалимский храм, он был построен по образу небесного. Он был лишь, как вот, изображение, как фотография, лишь как бы, как вот можно сравнить, я это обычно сравниваю у себя в церкви, знаете, когда рассказываю об этом, сравниваю вот с, игра, есть игра, да, дочки-матери. Девочки играют в дочки-матери, да, у них куклы всякие, вот они их наряжают, они их там, ну, веленки меняют, нянчают, песни поют, то есть, нянчаются. Ну, что такое? Это дочка-матери. Ну, однажды, эта девочка подрастает, она уже становится взрослой, уже, однажды она рожает настоящего ребенка уже, и уже не играет в дочки-матери, а уже с настоящей реалькой, уже ходит уже, уже, да, и нянчится. Вот, и вот так же можно сравнить то, что было, как мы говорим, это в Ветхом Завете, да, это можно сравнить как бы дочки-матери еще. Это еще не было настоящее, это было еще как бы подготовка только лишь еще. Да, похоже на настоящее, очень похоже, но не тоже совсем. Потому что настоящее наступило в благодати и истина через Иисуса Христа. Потому что настоящее, правдочное, уже не по наружку, по правдочному, началось именно вот с момента того, как Иисус Христос за всех нас в самое небо зашел и однажды и навсегда приобрел что? Искупление вечное. И вот однажды и навсегда Он совершил это великое жертвопоношение. И знаете ли, благодарить Бога за всех надо и молиться за всех. И сегодня за всех, кто живет в Шаблыхинском районе, за всех, кто живет в Ордовской области, за всех, кто живет в России, за всех, кто живет по всему миру, благодарим Бога. За тех, кто не знает, кого благодарить, за тех, кто думает, что его рука, его сила дала ему возможность приобрести этот урожай, богатство, это заработа, деньги. Нет. Они еще не знают Бога, но мы за них еще благодарим Бога. Почему? Потому что Бог посылает дождь и на праведное, и на неправедное. Его солнце всем светит, и злым, и добрым людям, и его дождь падает и на тех, кто знает его, и на тех, кто его еще не знает, или даже не хочет знать. Бог очень добр, он благ, он хочет всех спасти. И по своей милости он даже самому укрепому, самому ожесточенному грешнику дает все равно и милость свою, и благодать свою, дает ему возможность и приобретать все, и работать, и мы живем, и движемся, здесь существует. Просто, когда приходим к нему, когда переживаем его благодать, мы понимаем, что все это было на самом деле от него. Все это его, и сама земля его, и жизнь его, да и мы, собственно, мы не сами по себе, ни из, знаете ли, ни от обезьян, ни от омек, как их эмоционировали, вот, ни жертва жестокого эксперимента инопланетян, или что-то еще. Мы знаем, что мы созданы великим Творцом, великим Богом. И вы знаете, друзья, сегодня, кстати, сегодня по календарю, какой, 28, да? 28 сентября, и, значит, 2040 год, да? 28 сентября. Есть еще календарь библейский, я так вскользь об этом расскажу. Обычно мы в Библии на это внимание мало обращаем, и это знаю, ну, общаясь с разными христианами. Обычно мы из библейского календаря вспоминаем, ну, в том, что мы, наверное, Ниссан, чаще всего, вспоминаем месяц Ниссан, потому что это праздник, всех праздников, Пасха, да? В полунии, как раз, месяца Ниссан, с 14 на 15 Ниссана, как раз, совершился, совершился великий исход. Начало великого исхода из Египта в землю Израиля. И вот великое чудо, слава Богу, за этот месяц Ниссан, есть другие месяцы. Вот, сейчас, если от Ниссана считать, в этом календаре, то сейчас седьмой месяц. И в 23 главе Левитка как раз рассказывается о седьмом месяце, о празднике труб, праздник шафаров, праздник трубного звука, который был вот в эти дни. Сегодня четвертое число этого нового лунного календаря месяц Тиширей называется. Тиширей. В Библии, в русской Библии не переведено. Это название просто седьмого месяца написано. И в начале седьмого месяца было сказано к Левитам в предыдущей чтении 23 главе говорится о празднике трубного звука, праздник шафаров, праздник трубы. И праздник трубления был. А затем девятый день написано с девятого на десятый Тиширей. День особенный, день, когда написано в Библии смирение, покаяние. Это тот самый день, который еще называется оригинальным языком еврейском. Называется Йом Кипур. День трубы, день трубы, день шафаров. Йом Труа называется. День Шафар. Ну, все, наверное, слышали, да, Шафар? Бараньи робко труба. Значит, и он объявляет начало царствования, начало царствования, приход царя. и это очень красиво, обычно, красиво прят. Значит, и с 9 на 10 в Тишлее совершается библейское праздничество, вот это вот как раз покаяние, день искупления, Йом Кипур. И вот на день искупления раз в году, раз в году, об этом написано в Библии, только лишь раз в году, именно на этот день, как раз, первосвященник заходил во святое святых Иерусалимского храма. Это как алтар, допустим, туда, куда он не мог зайти в другой день, в другие дни какие-то, в другие месяцы, нет, только лишь раз в году именно в это время он заходил. Значит, и вот скоро уже наступит это время. Но сейчас храма нет такого, ну, из камня, но храм Божий есть, да, знаете? Из посланий к Харимферам мы знаем, да, третья глава, первая послания Каримферам, 3.16. Есть первая Иоанна, извиняюсь, Евангелие от Иоанна, 3.16, знаменитая, да, мы называем золотым стихом, это Библия всей, вообще. А есть первая Каримферам 3.16, его обычно богословы называют золотым стихом Экклезиологии, учения церкви. Там написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И когда у Матфея записано, что родился когда Иисус, то исполнилось пророчество, которое говорит, что Эммануил, Эммануэль, Эммануил, Эммануэль, перевод санатальный не очень точный, к сожалению, он даже совсем не точный. По разным причинам. Я сам пользуюсь таким же переводом санатальным чаще всего, но всегда, как говорится, доверяю, но проверяю. Любой перевод есть перевод. Поэтому, значит, проверяю все время в греческий текст или греческий текст. Так вот, и тем более сейчас в детском компьютеризации сейчас это совсем не проблема. Так вот, и Эммануэль, Эммануил переводится не с нами Бог, а переводится в нас Бог. Просто переводчики синодальные, как и многие другие переводчики на другие языки, боялись не одно столетие, боялись буквального перевода этого текста. Их пугало, многих переводчиков пугало буквальное значение этого текста. Если с нами Бог, допустим, с нами, да, по-еврейски это не Эммануэль, это Этамуэль. Даже не нужно знать сильно еврей, чтобы любое словарь откройте, еврей, это русские словарь, написано Этамуэль, это с нами. Вот как на Еврите вода. Вода. Маим. Маим. Очень красивое слово. Небеса на Еврите Шэмаим. Шэмаим. Вот молитва Отче наш, да, Отче наш, сущий на небесах. Отец наш, сущий на небесах, живущий на небесах. Многие молитвы еврейские, они так и звучали, Авину, Малкейну, Шэба, Шамаим. То есть, Отец наш, который живет на небесах. Вот, Шамаим, это имя воды. То есть, Бог, дающий воду нам, на землю. Потому что без воды вообще нет жизни. Вот, сейчас уже даже политики уже даже за голову хватаются, что в прошлом веке за них дрались, в этом веке уже за воду будем драться. Потому что без воды нет жизни вообще. Вот, и Бог из воды дал жизнь. Так вот, и первый мир был как бы у вас нарисован, вообще-то вообще нарисован. Был напоминание всем грешникам. Был потоплен водой. Да, и, так вот, и, что еще скажу, мои. Вот, когда со мной вода, она в бутылке, допустим, возле меня, допустим, на кафедре, это этама называется. Этама. Этама. Она рядом со мной. Она вот возле меня. Я в руках лежу. Это этама. Но если я выпью ее, все, я не могу говорить уже этама. Это еще этама. А вот это, что выпил, это уже эману. На иврите это эману звучит. Эману, это значит в нас. И не просто в нас, она растворена в нас. Стала частью нас. Но как можно съесть Бога? Как можно эмануэль? Эмануэль, это в нас Бог. Как ты можешь съесть Бога? Кто не ест Бога, тот не вообще не идет даже вообще. То есть, действительно, чтобы он растворился в нас, как живая вода, как хлеб. Вот мы открываем слово, вникаем в него, молимся, общаемся, оно становится для нас, вот это, живым словом. И мы им питаемся. И он в нас. Когда Бог с нами, можно делать что угодно. Люди говорят с нами Бог и делают порой такие вещи, что упаси Господь. Но если Бог в нас, ты уже не можешь делать что хочешь сам. Делать то, что Бог хочет. Вот. И тогда приносишь плод. Когда рядом вода, это хорошо, орошает все это, хорошо освежает. Но даже вода внутри, вода, да? И еще не будет пока ничего. Так вот, братья и сестры, то же самое баптизо. Греческое слово, уже не еврейское, греческое слово баптизо. Баптизо обычно переводим в его, кстати, тоже поток, тоже образ искрещения как раз. Интересно. Вот. И, ну, не вас учите. Вы же сами баптисты. Да? Что такое баптисты? А что такое? Крещеный в воду. Крещеный в воде, да. Да. Крещеный в воде. То есть, как бы... Крещеный по вере. Крещеный по вере, да, можно сказать. Да, баптисты, да. Но баптизо, само слово, означает именно погруженный туда, погруженный в него. И, ну, оказывается, тоже, я стал словари проверять. Оказывается, баптизо очень похоже тоже на вот это вот имануэтану. Есть разные варианты этого баптизо. Оказывается, во времена... То есть, во сейчас докрустим, в современном греческом словаре, вот, баптизо это окунуться, погрузиться. Вот, значит, да. Вот, допустим, мы окунули, выкунули, вытащили. Вот это баптизо. Но, самое интересное, древние греческие слова, открываем, там другое значение есть еще. И, оказывается, оно означает погрузиться и не выкружаться. Там и остаться. И пропитаться всем этим. И, оказывается, еще в словарях есть. Оказывается, еще лет за 200, за 300 до Иисуса Христа, до нашей эры, мы говорили, слово баптизо греками уже употреблялось. То есть, это не апостолы, вы думали, это слово. Они взяли уже слово, которое уже использовалось. Так вот, и как же оно использовалось? В литературе древнегреческой за 200 еще лет до нашей эры, оно, и даже больше, чем за 200 лет, упоминается в описании кулинарных рецептов. Первое его использование, первое значение баптизо, описание кулинарных рецептов, соление огурцов. Все любите эти соленые огурчики? Соленые огурчики, значит, чем они отличаются от своих собратьев по грядке, которые остались на грядке? Очень сильно отличаются. Их сорвали, во-первых. Да, им это было больно, я так понимаю, но потом их поместили в совсем другую среду. Вот пришло в Библии, говорит там, имейте соль в себе. Да, значит, не просто рядышком, да, а в себе имейте. Проклетайте с этой солью. Оказывается, баптийские огурцы, о чем отличаются от обычных огурцов? Баптийские огурцы, ну, по-гречески я скажу, баптийские огурцы. Баптийские огурцы, это те огурцы, которые их не просто сорвали с грядки, поместили их в рассол, и они там не скисли, они там не расплёклись, они там не испортились, они там просолились. Не в обиду будет сказано, но некоторые хозяйки не умеют готовить хорошо, значит, и там как бы и открываешь банку порой с огурцами, и выкинет, не выкинешь, вроде жалко продукт, но как бы и есть без особого удовольствия. Хоть еще дополнительно солили, или что с ним делать вообще? Вот. А другие есть хозяюшки, которые так хорошо готовились, что там и перчики всякие там, и всякие там эти травки, всякие там и соли не проживли, и всего. И эти огурчики, они хрустят, они такие прямо и душистые все, да, значит, вот. И вот Господь хочет, чтобы мы были пропитыми, мы были достаточно баптистами. Вот вам батюшка приехал, чтобы вам случиться. Будем достаточно баптистами. Да. Чтобы мы были достаточно баптистами, такими огурчиками, которые пропитались полностью всеми этими ингредиентами, Божьими, Божьим слове которые. Чтобы мы были душистыми, хрустящим, а не такими, чтобы Господь взял, открыл нас, достал эти огурцы. Ну, вроде выбросить не выбросишь уже, вроде как бы согла с грядки, вроде как бы, значит, ну, что с ними делать? Ну, пусть постоят где-то там в стороночке, значит, ну, как бы так вот с краешку где-то. Но пусть наша жизнь будет такая, чтобы Господь нас достал, как огурчики, сказал, о, вот это хорошее, это нужно на стол поставить, прям вот, прям на видное место, прям пусть все радуются и смотрят, и нюхают, и кушают. Вот и пусть Господь благоставит нас. И Бог все для того, чтобы приготовил. Что все приготовил? Он отдал Своему Сына, который пришел в этот мир, который исполнил древнее прочество. И не просто «этамуэ», а именно «эмамуэ». Именно «эмамуэ». И пусть переводчики многие боялись, не одно столетие боялись, буквально переводить «эмамуэ». Ничего, мы ему это простим. Боязнь – это понятно. Потому что, знаете ли, одно дело, когда Бог где-то там на небесах, одно дело, когда Бог где-то рядом даже. Одно дело, когда Бог, Он близко очень. Но другое дело, когда Бог в тебе. Это совсем другое. Это совсем иное. И Господь хочет не просто поселиться рядом с нами, не просто среди нас. Об этом тоже говорят пророки. Но Он хочет жить в нас, ведущих. Вот это самая великая ценность. И это стало возможным сегодня всем, и евреям, и не евреям, абсолютно всем, благодаря Иисусу Христу. Благодаря жертву Иисуса Христа. Как тогда, в те времена Исхода, во времена, как мы говорим, от Ветхого Завета, Моисей тогда был спасителем для своего поколения людей. Он, те, кто поверили Богу, кто поверили Моисею, как его посланнику, как его рабу, как именно пророку, и пошли за Моисея. Не просто поверили и остались у себя там на печке лежать. Нет, они, как тот сын блудный, возле свиного корыта, философствовал бы, допустим, и говорил, вот я встану, пройду к отцу моему там, и так бы и умер бы там возле корыта этого. Никто бы о нем не вспомнил бы. Но он не просто философствовал там возле свиного корыта, а он встал, действительно, и пошел к отцу своему. И действительно, он был прощен. И Бог действительно его простил. Это очень добрый пример, хороший пример. Вот, и слава Богу за все. И Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Со своей стороны, я еще хочу попросить вас тоже, братья и сестры, молитесь о служении в нашем реформаторском православном служении. Потому как с самого 96-го года, я это говорю в программе «Угл» Саша Шевченко, тогда еще, мы были с ним помоложе, очень хочусь. Значит, и программа такая есть такая, кому интересно, посмотрите программу там в интернете есть тогда. Это еще 98-го, 99-го года. Значит, и программа «Угл» там, я об этом рассказывал. Но сейчас я еще более актуально все вижу, что моя мечта, у меня есть мечта тоже, как вот Мартин Бютеркинг однажды говорил, у него есть проповедь такая, баптистский пастор, кстати, баптист, вот, чернокожий пастор, один из величайших американцев нашего времени, Мартин Бютеркинг. Вот, и одна из его самых известных проповедей, я был в его родной церкви, там в Атланте, в Джорджии, был в музее Мартин Бютеркинг-церкера, значит, был, значит, на мероприятии, посвященные его памяти, вот, видел братьев, которые, стариков, которые знали его, которые были в команде, его там, поддерживали его руки, вот, молились вместе с ним, там, в этой церквушке, там сейчас круглосутишная, как бы, такая молитва, и там все время звучит его голос, там включена, как бы, такая, запись, его разные проповеди звучат, в этой церквушке, вот, а сама церковь собирается уже в большом здании, там уже, и черные, и белые, разные люди там, все вместе молятся и Богу, и вы знаете, и вот эта проба издалитая, в городе Вашингтоне, как он сказал, она звучала, у меня есть мечта, у меня есть мечта, и он говорил об этом много раз, и поэтому, многие даже люди не запомнили, не пробовать, но вот это запомнили точно, у меня есть мечта, вот, и, но слава Богу, что он не был таким, знаете ли, как вот, Гоголь описывал в мертвых душах, как он в переписках с друзьями писал, что он хотел в этой книге, по замыслу авторства своему, описать, описать главные пороки человеческого сердца, души без креста, невозрожденного сердца, вот, и ему удалось по тех образах, основные пороки описать, как раз человеческого рода, но его мечтой была дальше книга другая, живые души, но эта книга уже есть, это книга Евангелия, она действительно, и он дальше пишет там своим друзьям, в переписках с друзьями, Гоголь пишет, что не будьте мертвыми, но будьте живыми душами, вот, потому что это только лишь возможно обо Христе Иисусе, Даша пишет, и через Евангелие, живые книги, и вы знаете, друзья, так вот, и один из пороков человеческого сердца, Маниловщина, может, ее так называемая, да, помните, да, этого персонажа, он вроде не такой же плохой, по сравнению с другими там, ну, с Плюшкиным там, там, с другими там, он вроде бы нормально выглядит, так как бы, даже, скажем так, ну, как бы так, свой парень, но, с другой стороны, это, по сути, даже из черновиков, Гоголя, очень сильно видно, что как раз, описывая этому человеку, он описал самое главное уродство человеческого сердца, маниловщина, вот как на Руси говорят, да, лень, матушка, даже красиво ее говорят, матушка, не просто там она мачеха, да, лень мачеха, нет, лень матушка, говорят, еще говорят, прежде нас родилась, знаете, как бы, значит, ну, это, конечно, ложь, которую дьявол уже ни одно поколение славян обманывает, значит, но, и, но, с другой стороны, нужно знать, что, маниловщина, это антихристианство, это, скажем так, прямая противоположность тому, что открывает на ней Мангелие и Христос, это философствование и неделание, великое неделание, великое безделье, но, лишь побеждающий наследует все, лишь лукавый и ленивый раб, вот такой манилов, это самая, ну, скажем так, серьезная дискредитация Царства Божьего, вот, такого Господь никогда и не примет, и не похвалит, наоборот, оберет и то, что у него есть еще даже, вот, как было сказано уже здесь, но, кого он похвалит, кто верный раб, кто действительно слуга Господня, кто действительно есть его дитер, а кто, как вот, знаете ли, вот как дети разные бывают дети, да, но нам радостно, когда дети похожи на нас, и нашему Богу радостно, когда его дети ходят в истину, потому что для любого отца, я был, последний раз в Грузии, у нас там церковь, в Рустаме, в Сараване, вот, и там наши братья трудятся, уже реформатор, сказав православный церковь, Христа Спасителя, в Грузии, и, и там мне показали одно, мы проезжали, одно селение, и там одна богатая, очень семья живет, и вы знаете, у них большой горе, у них один сын, они все в него вкладывали, не жалели ничего, у него там своя машина, все, ну как бы такой, такой очень крутой парень был, и вы знаете, ну что, и этот парень погиб, и там построили мемориал, там, значит, там убековечили его имя, как бы, значит, там, как бы, бахта такая, люди дежурят за деньги, там, значит, там все прибирают постоянно, там все время там угощают всех, то есть, они тратят большие деньги на память своего сына, но знаете ли, у них там самый большой дом, это целый дворец, знаете ли, там, значит, у них охрана своя, там, там сотни прислуг, там земли свои, все, но, но, Зураб сказал так, мы ехали просто вместе с ним, Зураб сказал, что, вот, эта семья ныне, вот они пожилые уже люди, ну, наверное, самая несчастная, вернее, из самых несчастных по всей Грузии, вот, при всем богатстве своем, знаете ли, но, с другой стороны, даже если бедная семья, мама и папа, если бедны, концы с концами ими сходят, но если их сын, он радует их, если выходит в истине, для отца и матери это большая радость, для нашего небесного отца также самая большая радость, когда его дети входят в истине, когда его дети не просто такие, не богу с речкой, ни черного черка, вот, ни рыбы, ни мяса, вот, огурцы вроде как бы, вроде как бы в каком-то рассоле, но вроде как в какой-то помойке непонятной, пропитываются не пойми чем, вот, а когда его дети, его как огурчик, пропитываются хорошей солью, пропитываются Божьим Словом, Истинный. Слава Богу. И пусть Господь благословит нас, и пусть взярая на нас Он радуется, а детям Своим, ходящим в Истину. Потому что для Отца нет больше радости. Помолимся. Отец наш, Бог и Царь, благословенный во веки веков, благодарю Тебя за Твою любовь. Ты отдал сыпь от Своего возлюбив мир, Иисуса Христа на распятие, на Голгофу, на крест. И кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, омывает нас от всякого греха. Боже, всемогущий, благослови нас. Господь, пусть сегодняшний этот день, праздник жатвы, Он будет нам напоминанием о кончине нашей, о кончине века всего, о кончине мира, о суде Твоем, о праведности. Боже, Святой, благослови нас. Благослови нас, приносит много плода. Не быть ленивыми и лукавыми рабами. Избави нас, Господь, от всякой духовной религиозной маниловщины. Помоги нам, Господь, Боже, быть добрыми и верными рабами Твоими, Господь. Верными Твоими детьми, ходящими в истине, послушными, любящими Тебя и друг друга. Благослови нас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть Господь благословит всех. Благослови нас. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...